В эфире ОТС ежедневная программа «Спорт-обзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В континентальной хоккейной лиге завершилась недельная пауза. Единственный длинный перерыв среди сезона. Сибирь возобновила чемпионат игрой в Челябинске, где потерпела поражение от трактора. Уже в первом периоде новосибирцы пропустили две шайбы, причем первый и второй гол разделили всего 16 секунд. Опасный отскок штанга и игра продолжается. Красоткин вытаскивает свою команду и еще одно спасение Красоткина. Вот это атака трактора. Ткачев убирает соперника, бросает и забивает. Гол! 1-0. Трактор выходит вперед. Владимир Ткачев открыл счет на 14-й минуте. Следующая атака хозяев снова стала результативной. Михаил Котлеровский броском от синей линии увеличил преимущество трактора. Сибирь же, в отличие от челябинцев, своими шансами не пользовалась. Команда трижды за первый период играла в большинстве, но реализовать его не смогла. Точнее, новосибирцы в неравных составах все же забили, но после перерыва удаление Пулкинина в концовке первого периода распространилось и на второй. В сутолке на пятачке Александр Шаров смог переправить шайбу ворота. Трактор на это ответил своей реализацией лишнего. Пока Чайковский сидел в штрафном боксе, Бурдасов вновь сделал комфортный отрыв для трактора. Забив три, челябинцы сосредоточились на обороне. Как ни пытались игроки Сибири ее пройти, мало что получалось. Новосибирцы за полторы минуты до сирены сменили вратаря на шестого полевого. Впервые в сезоне это дало плоды. Сибирь забила, но слишком поздно. Шайба Бутузова лишь сократила разницу. Итог 3-2. Несмотря на то, что челябинцы идут на последнем месте восточной конференции, матчи против Сибири им явно удаются. Это была уже пятая встреча команд в сезоне в четырех победа за трактором. Для новосибирцев поражение стало третьим подряд. Впереди матч с автомобилистом. Получится ли у нашей команды прервать неприятную череду, узнаем в среду 21 декабря. Трансляцию матча смотрите в эфире ОТС с начала 20.50. В 2022 в области прошло больше спортивных мероприятий, чем годом ранее. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов. Сохранили соревновательную активность. Нам удалось провести много стартов абсолютно новых, в том числе по инициативе Министерства спорта Российской Федерации. Если говорить про количество мероприятий, то практически за 11,5 месяцев мы провели 421 мероприятие под эгидой правительства, которое является календарным в Министерстве спорта. 58 всероссийских, 46 межрегиональных, два международных уровня, 315 наши областные. После отстранения российских спортсменов от участия в международных стартах появились новые турниры внутри страны. Так, с августа по октябрь прошла масштабная спартакиада, которая охватила все летние олимпийские дисциплины. Соревнования по отдельным видам принимали разные регионы, в их числе Новосибирская область у нас прошел групповой этап волейбольного турнира. Всего новосибирские спортсмены завоевали на спартакиаде 17 медалей, 4 из которых золотые. Подобные состязания прошли и среди пары олимпийцев. Сборная нашего региона вошла в число лучших команд по общему количеству наград. Появились новые соревнования и на территории региона. Был возрожден турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Новый виток развития получил турнир подгорного Стритовича по спортивной гимнастике. Для фехтовальщиков провели соревнования в честь заслуженного тренера Бориса Писецкого. Список спортивных событий можно продолжать долго. Был сделан упор в этом году на развитие массового спорта и доступность инфраструктуры. Для этого в районах области продолжается установка площадок ГТО. Сегодня в каждом муниципальном образовании у нас созданы центры тестирования. Их на территории области более 40. В некоторых муниципальных образованиях и не по одному. То есть это полноценные спортивные площадки со специалистами, где можно, предварительно зарегистрировавшись на сайте Минспорта, получить свой ID номер и сдать эти испытания. Так вот, в этом году уже порядка 39 тысяч человек, жителей области, приняло участие в сдаче норм ГТО. Новый турнир, новый рекорд пловчиха Арина Суркова завершила год с очередным достижением. В Санкт-Петербурге на Кубке Сальникова она в составе эстафетной команды установила новый рекорд России. Сибирячка выступала в смешанной комбинированной эстафете вместе с другими сильнейшими пловцами страны Климентом Колесниковым, Кириллом Пригодой и Марией Каменевой. Для Сурковой это уже четвертый побитый рекорд за год. До этого девушка обновила достижения на 50 и 100 метровке баттерфляя. На этих дистанциях была лучшей пловчиха и в Санкт-Петербурге. Два золота. В плавании вольным стилем Суркова взяла два серебра, оба раза уступив Марии Каменевой. Еще одну серебряную медаль Сибирячка выиграла в эстафете в составе женской сборной Новосибирской области. По итогам турнира Суркова вошла в топ-3 лучших спортсменок. Отметим выступление и других новосибирцев. Так Анастасия Дуплинская взяла серебро на 100 метровке на спине и брозу на дистанции вдвое длиннее. Анита Гриченко стала серебряным призером в 50-метровом спринте баттерфляя. Также серебряными медалями Данил Марков на дистанции 50 метров вольным стилем и Виталина Симонова на 200-метровой дистанции браса. А вчерашняя юниорка Дарья Трофимова поднялась на третью ступень педестала почета на 100-метровке в вольном стиле. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова